Всем привет, дорогие зрители! Вчера просто одолели меня хейтеры по поводу того, что я не сделала замечания людям, которые нарушали в парке львов и тигров, в котором мы вчера с вами были. Даже писали такие комментарии, что если вы боитесь сделать замечания, то вызовите смотрителей. Я не понимаю вообще, почему я перед кем-то должна оправдываться, отчитываться, почему я должна, приходя в парк, с животными кого-то вызывать. В парке, в любом парке, должны быть сами такие люди поставлены. Как вот многие пишут, и я с ними абсолютно согласна. Не просто охранники, которые ходят и проверяют всех на входе и на выходе, и не пускают, когда за 20 минут до закрытия парка, они не пускают других. Это понятно. Охрана есть, и это хорошо. Но должны быть такие люди, которые, и я думаю, нормально, адекватно, и сейчас со мной согласятся, которые будут смотреть за такими нарушителями. И не просто люди, которые приходят, приходящие в этот парк, должны смотреть за этими горе-нарушителями и записывать таких. И вы мне там пишите в комментариях, что выкладывайте лица, пусть эти фотографии развесят везде. Это уже должен решать сам сотрудник парка, сам директор парка. Что ему делать? У них свои, понимаете, порядки. Есть ещё и законы. Одна там уже в конвульсиях, чуть ли не билась в истерике, написала мне, что «Да я бы сделала замечание, я поражаюсь вашей спокойности. Я бы сделала не только замечание, но орала бы там матом на них». Наверное, сейчас некоторые, кто смотрит это видео, они узнают свои комментарии. Некоторые, которые я не удалила, кто писал просто какие-то, знаете, советы. Вы можете высказывать на моём канале своё мнение. Но не надо на моём канале. делать мне замечание. Я сама прекрасно понимаю, что по закону можно делать, чего делать лучше не стоит. Вы представьте картину, что какой-то посетитель придёт в парк и будет диктовать правила. Он же не директор этого парка, правильно? Так почему он должен диктовать эти правила вместо того, кто этим должен заниматься? Этим должны заниматься сотрудники парка. Записываю я, конечно же, животных. Но такие вот некоторые полоумные дикие люди, они сами попадают в кадр. Я это уже вам говорила. И, по-моему, не мне вам это рассказывать. Люди, которые приходят нормально, адекватно в парк Тайган, они сами всё прекрасно видят и понимают. Они видят, как некоторые также нарушают. И поэтому кто-то записывает таких, кто-то делает им замечание. Но в моём видео было сказано, что я сделала замечание таким людям, но после того, как уже выключилась камера. Объясняю почему. Если бы я сделала замечание на камеру, некоторые бы хейтеры из вас писать начали мне такие вещи, что вы специально на камеру ради того, чтобы пропиариться или как там любимые слова хейтеров, сделали замечание этим людям. А почему вы не сделали замечание, когда вы закончили уже видео и выключили камеру? Я сделала замечание именно тогда, когда мне это было удобно. Потому что помимо того, что я пришла в парк, я не обязана смотреть за другими нарушителями. И поверьте, я прихожу, когда в парк, я не думаю о том, чтобы смотреть за этими нарушителями. Я думаю, что мне нужно ещё смотреть за своими двумя детьми. Это во-первых. А во-вторых, вчера был праздник, вчера был в этом парке день рождения 8-го числа. И мы специально поехали туда, чтобы увидеть клоуна. Я сделала несколько красивых очень кадров, записала видео. Но я не думала, что мне попадутся такие люди, которые будут нарушать, за которыми придётся опять вот это вот всё, понимаете, записывать и показывать вам. Но записывать нужно. Можно даже записывать, не показывая лица, не выкладывая, не показывая всегда лица. Потому что лица эти я записала. Но если будет такая необходимость, я эти лица обязательно покажу сотрудникам парка. А необходимость такая может возникнуть только в случае того, такого же случая, как той мамы с мальчиком, которая пожертвовала своего ребёнка ради того, чтобы сделать красивую фотографию, или чем она там занималась, поднесла его близко к барьеру. А вы видели вчера, что ребёнок, он вообще перелез через барьер. Другой он просто вплотную подставил телефон, близко очень к сетке. И тигр, слава богу, никак не отреагировал. Тигр, конечно же, мог бы отреагировать по-своему. И, например, когтём, как мама того мальчика, того ребёнка нам рассказывала, когтём подцепить кофту, он мог просто взять и когтём повредить руку этого человека, который выставил вплотную к сетке, переходя через второе ограничение. Я вам показывала там два ограничения. Он бы мог просто повредить ему руку. И вот поэтому таких как раз-таки записывать я и буду. Не надо меня учить, что мне делать. Посмотрите, какая красота! Кого мне выкладывать, кого мне записывать? Я знаю всё прекрасно сама. Поэтому я вчера очень много забанила таких людей, которые не только написали, просто какой-то совет дали, а начали учить, что вот вы, почему не сделали замечание, я бы там их разнесла. Это диванные эксперты, которые, я уверена, что за свою жизнь они не только бы не сделали напрямую замечание, если бы попали в такую ситуацию, увидели такую картину, как ребёнок перелез, как мама-сова стала пихать прям ребёнка за барьер и сказал, иди-иди сюда, вот, давай перелезь сюда. Давай, залазь, или, как она сказала, там, залазь сюда. Понимаете, если родители это одобряют их, родители несут полную ответственность за своих детей до несовершеннолетнего, пока ребёнок не станет совершеннолетним. Поэтому я не знаю, что тут вам, друзья, ответить. Я просто буду банить, если вы начнёте писать вот такие вот постоянные комментарии и учить. Не надо никого учить. Заведите свой канал, сделайте своё видео, снимите горе нарушителей в разных позах, как вы мне там писали, выложите их хоть в Тайгане, хоть где, если вам это сотрудники парка Тайгана разрешат. Вы можете выложить их где хотите. Это ваше право. Только нужно, прежде чем выкладывать, я бы вам посоветовала ещё и поизучить сначала законы. Понимаете, что в парке, если вы будете приходить и орать матом, записывая людей, они просто перелезли через барьер. Да, они нарушили. Правила техники безопасности, потому что даже без слов я вчера всё сняла. И люди умные, они, конечно, бы поняли, что я имела в виду. Но я сняла тех людей, которые перелезли уже через барьер. И показала сразу после этого табличку. Показала табличку, что кормление запрещено, заграждение заходить запрещено. А это уже на усмотрение сотрудников парка. Просто, я так понимаю, у нас так происходит всё. Пока не случится что-то серьёзное, также и сотрудники парка, они никак себя не могут этим обезопасить. они не начинают предпринимать каких-либо мер. Вот мне кажется, нужно поставить охрану или таких вот консультантов, которые, знаете, приходишь в магазин, например, 7 дней, или ещё в какой-то косметический магазин, где продаются те же, ну, косметические средства, или просто косметика очень дорогая, или парфюм. И там практически с тобой ходит с летом консультант. Да, я понимаю, это раздражает некоторых людей, покупателей. А как иначе? У них же есть камера видеонаблюдения, но не там, я считаю, не там, где это нужно. Если у вас уже стоит охрана, у кассы, у входа, то сделайте вы камеру видеонаблюдения, чтобы видеть вот таких вот горе-нарушителей, и потом тем же самым себя обезопасить. Конечно, может быть, это стоит слишком дорого, может быть, это затратно. По какой причине некоторые зоопарки и парки не делают этих камер, я не могу знать. Но хочу сказать одно. Если вы будете продолжать писать и провоцировать меня к таким, каким-то неадекватным действиям, чтобы я орала матом на посетителей, я просто таких буду банить, и всё. У меня на этом всё. Ждите новое видео. Новое видео будет очень интересно, также про парк, про зоопарк. Возможно, мы поедем ещё в какой-то парк. И прежде чем что-то писать, покажите это на своём примере, как это нужно сделать. Всем пока!